А теперь я предоставляю слово Вячеславу Васильевичу Иванову. Значит, я буду рассматривать эту тему, ну, строго говоря, в двух разных аспектах, то есть у меня в моем не очень длинном, я надеюсь, докладе будет две половины. Первая будет посвящена одному конкретному случаю, которым я занимался, представление мифологии или сказки человека на дереве, конкретный миф, где существенная часть. А вторая половина будет как бы приглашением для вас всех поучаствовать со мной вместе в размышлениях, которые, я думаю, будут явить продолжение, но вот это когда мы будем в курсе Вячеслава Зиме, ну, в вентябре и дальше. Вы помните, что мы готовим продолжение наших занятий символариумом. И с этой точки зрения меня интересует как символ, ну, в частности, вот тот символ или два символа человека и дедов, которые мы рассматриваем, или три символа движения человека, во-первых, по дереву, как эти символы можно представить в символариуме. И вообще такая общая проблема соотношения символа и мотива, в частности, в связи с компьютерной базой данных по мифологии, которую разработал Березкин в Ленинграде, в Петербурге, и с ней можно познакомиться в интернете, по-русски, по-английски. Ну, так же он издал сейчас книгу. Книга, правда, издалась большим промедлением, поэтому мое предисловие к ней напечатано было написано буквально лет двадцать назад, так что то, что я буду сегодня говорить, не связано с моими предисловиями. Не то, чтобы от него отказывался, но просто по мере того, как Березкин продолжил эту свою работу, подняли разные вопросы, связанные с тем, как все-таки представлять мотивы в связи с символами, как это делать для компьютера, ну и много других вопросов. Я их только по существу назову, но буду вас просить дальше думать, я скажу просто, как реально я хотел бы, чтобы вы подготавливались в следующий раз к продолжению этого обсуждения. Значит, первое, о чем я буду говорить, это некоторая моя работа, которая частично была напечатана, но основная часть была только по-английски напечатана, а также не передавалась здесь, но с нами все-таки по-русски она напечаталась эта проблема, миф о разорителе орлинов гнезд. Значит, я вам, тем, кто не читал эти читаемые сочинения или не очень помню в двух словах, напомню, о чем идет речь. Левистрос в последнем томе своего большого сочинения, которое по-русски передают как мифологичные мифологичные. Четвертый том «Льом ню» «Ногой человек», приходит к выводу, что его методом, то есть методом изучения трансформации мифа, можно установить, что во всяком случае один миф является общим для Америки с самого начала ее заселения. Он основывался главным образом на полном совпадении вариантов, которые нам известны в очень труднодоступных районах Бразилии и в не менее труднодоступных частях скалистых гор на Америке. Он полагал, что полное совпадение бразильских и американских и индейских вариантов с тем, что находятся в целижской традиции в скалистых горах, свидетельствует о глубокой древности этого мифа. И хотя в основном мифологичные, как вы вероятно помните, как в целом вообще все работы Левистроса, не направлены на восстановление диагронической педыстории, но тем не менее в этом случае Левистрос предлагает диагроническое объяснение. То есть он думал, что это миф, который мог прийти в Америку с первыми волнами педыселекцев, но и по традиции он полагал, что это где-то около 13 тысяч лет до нашей эры, то есть тогда, когда Берем был проливом, еще не был проливом, а был частью суши, которая соединяла теперешнюю северо-восточную часть Азии с теперешней северной Америкой, Алясской. Изучив эти работы Левистроса, я пришел к выводу, что очень точное соответствие этому мифу есть мифология кедов. В частности, в тех мифов и сказках, которые были к тому времени напечатаны покойным Дульманом, вот таким выдающимся исследователем керцкого языка и фольклора. Несколько позже выяснилось, что в Западной Сибири есть и другие представители разных традиций языковых, которые как будто тоже перенимали рано этот миф. Здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что то сходство, на которое я тогда обратил внимание, кепто, американо-индейское, оно, может быть, представляет все-таки наибольший интерес для предыстории, потому что сейчас возрождается и очень широко распространяется на Западе и в Америке давно высказанная у нас идея о том, что генесейские языки последние из живых представителей, которые керцкие. Вероятно, родственные – это камнадэне, то есть группы языков Северной Америки, представленных главным образом в Аляске и Канаде разными языками. То есть речь идет о традиции, которая и в языковом отношении по виду связана друг с другом. «Если хватит, или мне, я вернусь». Значит, вот это такой древний миф, и сейчас я коротко о нем разберу, что в нем человек и что в нем делево, но хочу еще сказать, что по мере исследования этого мифа количество традиций, которые его фиксируют, увеличивается. Ну и мне самому кажется чрезвычайно интересным, что этот мир засвидетельствован в одном из самых древних письменных памятников человечеству вообще, в шумерском тексте «Луг Альбанье», который отчасти пересказан Афанасьевой, известен петербургским сериологом в ее новую публикацию «Шумерской поэзии». У меня есть как бы два основных коллеги, конкурент, соперника в изучении этого мифа, это сам Левистрос, который в нашей переписке согласился с моим предположением, был довольно энтузиастическим, поскольку мы осенью будем праздновать его столетию, он жив и как будто еще может продолжать работу, пока что за многие годы он продолжал заниматься этим мифом и ему казалось, что сопоставление Западной Сибирью вполне реальное. Другой исследователь, который много сделал для исследования этого мифа, пошел по немножко другому пути. Это уже упомянуто мной Березкин. Он довольно много писал об этом мифе. Значит, что я имею в виду? Я имею в виду огромную базу данных по мифологии, которую сейчас Березкин имеет в интернете, которую я вам очень рекомендую, при том, что я дальше выплюну. Некоторые критические сопровождения высказываю. Он также издал книгу вот только что, но, как я вам уже сказал, книги с распромедлением. То есть база данных оперативнее отражает быстро развивающиеся его исследования по типологии разных мифологических сюжетов. Березкин сейчас склонен, но в связи с общей своей тенденцией очень конкретно, четко очерчивать каждый мотив, склонен на миф о разговителе Орлена Сгьямс понимать только в одном очень определенном смысле. И я, пожалуй, просто чтобы было понятно, о чем я сейчас говорю, я прочитаю небольшую часть у него, все его статьи в этом компьютерном детстве довольно обширные. Ну вот я прочитаю вам часть из мотива. На всякий случай вам буду называть его кода для мотивов в латинске везде. Это заглавная К, латинская К, 0,4. Разделитель Орленых Гнезд Сенсус Трипту. То есть исходный, основной мотив. Описание мотива. Персонаж лезет на дерево или скалу, достать птицу, птичье яйцо или птенцо, вступает в конфликт с другим персонажем и или не может впуститься. Смотрели мотивы К, 1, К, 2, А, которые я подробно выбирать не буду, но для того, чтобы вы представляли себе, как мыслит вот этот собственно основной вариант мотива Березкин, я вам приведу его пересказы, во-первых, Амурско-Сахалинской, Орочской, это Тунгусо-Манджурской версии. Два Ороча, значит два человека, творящие на этом Тунгусо-Манджурской языке, забрались на вершину утёса. Утёс, скала постоянно выступают в качестве аломорфа дерева. Это одна из характерных ущерб многих мифов, которые разбирают Березкин, не только в связи с разорителем Березкин. Разорить гнездо Белого Орла, не смогли спуститься, посадили птенцов назад в гнездо, стали просить Бога помочь, тигр снял их со скалы. В других случаях обычно хищные птицы, чаще всего самовёл снимают. Вот Субарксика Танайна. Человек спускается на скальный карниз за Орлиными яйцами, его ремень обрывается. Он страдает от холода, передает взрослый орёл, приглашает в дом, даёт перья для стрел и носит человек к нему домой, чтобы тот больше не разорял Орлиных гнезд. Ну, вот вариант из традиций Каска. Старуха просит дочь достать перья совы, та боится, что превратится в сову, всё же лезет на дерево, становится совой. Старуха надевает её одежду, принимает её облик, чтобы выйти за её двоих мужей. Говорит, что ещё молода, но двигается, как старуха. Мужья подозревают обман, убивают её. Дочь отказывается снова стать человеком. Человек спускается по верёвке, достать перья орла из гнезда на скале. Рысь велит его жене, отвестит верёвку, уводит женщину, ощипывая куропатку. Она отмечает вслед пёрышками, посадив себе насто. Этот мотив повторяется всё время. Орлица спускает человека на землю, указывает, куда ушёл похититель. Жена советует, может быть, творится, будто он её брат. Они вместе убивают. Вы видите, что это сцепление разных мотивов, которые разрастаются. Дальше читать не буду, можете по этим индексам найти. Искать Перёскина легко, он один из составных частей всей серии компьютерных банков данных, подготовленных в Санта-Фере и в соответствующей русской программе. И там есть все данные мегастрали. Значит, какие возникают проблемы вокруг того, что я вам сейчас прочитал по поводу Перёскина и вообще по поводу разных вариантов мифа о разоритии и облинных мёсках. Во-первых, возвращаясь к проблеме человека на дереве. Это главные герои этого мифа. Герои отправляются на охоту в разных вариантах, за птицами или за хищным дверем. В каких-то вариантах именно за птицами, но это необязательный вариант. Этот последний вариант может быть важен потому, что вы знаете, что мифы перетекают друг к другу. Отчасти Перёскин это отмечает, ну как вообще это отмечается в разоритике, но это довольно сложно точно фиксировать. У Перёскина есть несколько карт распространения мифологических сюжетов в старом свете и в Америке, которые я вам очень регундую посмотреть. Цветные карты, очень хорошо исполненные, находятся в таком издании, которое вышло, к сожалению, очень маленьким тяжелом. Единственная деревянка, вот это деление истории филологии и академии наук, поэтому можно сказать в библиотеке его легко, она называется «Этнокультурная связь в древней Евразии». Один из двух томов содержит новый карт, среди других иллюстраций. Технически хорошо сделано, потому что они всегда бывают. И там есть карты некоторых мифологических мотивов, в частности есть карты некоторых мифологических мотивов. Змей уображает птенца. Частично эта карта совпадает с возможной картой разорителя орденов. То есть в чём трудность и сложность? Вот видите, Перёскин считает, что надо выделить этот вариант сенсос-крикто. Во всех вариантов будет человек на дереве. В варианте сенсос-крикто, разорителя обледут гнёзд. Это человек, который застревает на дереве, не может с него сойти без чужой помощи. Возникает помощник, часто аллёв. Ну вот, в частности, керцкие варианты, которые я изучал, содержат очень большую вторую часть, где рассказывается как на спине орла герой потом отправляется на тот свет, что он там видит. Сейчас не буду это пересказывать. Тоже это, естественно, необязательная часть мифа. Значит, другой интересный вопрос, связанный с этим конкретным мифом, состоит в том, что в варианте, который изучал Леви Стронс, то есть в особенности в бразильском варианте, южноамериканском, это вариант мифа о Прометее. Но вы помните, что в мифе о Прометее тоже появляется птица, но она появляется как бы в конце, в качестве мстительная, она исполняет волю богов карающих, то и так далее. Но то, что миф как-то связан с добычей орудий для производства огня, по виду, универсальная часть. Значит, какой вопрос я хотел бы сформулировать для вас, для обсуждения, необязательно сегодня, может быть в следующий раз, или в процессе нашей дальнейшей, надеюсь, совместная работа над тем баллариумом. Как соотносить символы и мотивы? Значит, символ, человекное дерево, по-видимому, как сложный символ, который включает в себя какого-то человека, обычно мужчину, я сейчас что-то об этом скажу, и дерево, это символ, который мы видим в очень большом числе отразился. Но, некоторые дополнительные особенности данного сюжета, они связаны уже с совершенно другими конкретными деталями, в частности с птенцами орла, потому что главный мотив вот какой именно в этом миру, то герой, когда он поднимается вверх к небу, к верхнему миру, он не попадает в верхний мир, а попадает только к гнезду орла, как представитель верхнего мира, и угрожает птенцам, или орлом кажется, что нам угрожает птенцам. Птенцы пищат. То, что Левистров сказал, это пустичный миф, в частности. На писк орлят прилетает орел, и орел ему вот в этом американском варианте дает орудие для добычи огня, уговаривая не трогать больше детей. Есть некоторые другие варианты мифа, которые Белевскин вообще описывает как отдельные. Здесь вот возникает проблема, где нам объединять символы и мотивы. Я все-таки сторонник максимального объединения и дальше буду вам приводить совершенно другие мотивы, говоря о том, как их можно все связать с этим нашим основным символом и группой. Белевскин уже хочется их разделить. Вот возвращаемся к проблеме шумерского эпоса Лупальдмани, который очень важен, поскольку это первый фиксированный, датированный письменный источник. Значит, это 4000 лет до нас уже этот мир записан. в записанной форме мир. Нет орудия для добычи огня, а там есть царская пласть. Если герой будет так хорошо надеть этот птенцам, а он там их разукрашивает, какие-то для них приятные вещи делают. Если он будет так хорошо себя вести, то за это орелки его награждают царскими званиями. Глугарь – это царь, значит, Глугарь-банда становится царем банды, потому что он так хорошо обращается с этим самым. Вы знаете, можно было бы не так уж обноваться один мотив, два мотива, в конце концов, это уже покойная вещь, но в разных местах, в совершенно разных исторических ситуациях оказывается, что элементы, из которых складывается миф, повторяются в связи вот с происхождением некоторых социальных структур государств, городов. У меня нет объяснения, я просто вам сообщаю. Ну, на языке, который допускали психологи начало 20-го века, и сейчас, наверное, на большинство считают, что это недостаточно точный способ выражения. В таких случаях говорили архетипически, имея в виду то, что в одинаковых ситуациях, в разных традициях, это возникает экологически очень сложно. Герд города Мексико, 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 Сибирь и страны, соответствующие, включает в себя кактус, вершине которого приурочено. То есть сама идея соединения какого-то вертикального растения связывается с происхождением города и страны. Орел, вы думаете, нам интересен по нашим собственным традициям, которые тоже уходят в очень глубокий взгляд. Но еще более замечательный миф, который у нас подробно описал Владимир Николаевич Тапаров. Вот его замечательная статья о Вильне. Вильнюсе как городе и мифе. Он разбирает русские, литовские и другие источники, поставившееся предсказание города Вильнюса, части литовской дизайнерской области. Там основной мотив – это охота. Ну, собственно, это главная причина, почему герой в мифе открывается на дерево – это охота. Тоже разного рода охота, с разными треуроводными лептицами. Главное в литовском мифе – это охота. Охота происходит на Священной горе, которую вы все хорошо знаете, если бы вы были в Вильнюсе, или о нем читали. Вот в центре, в сакральной части Вильнюса. Там охотится князь Гениамин. Во время охоты он слышит писк ребенка. И находят младенца в гнезде, поскольку гнездо по-литовски называется «лист». Да, это особое литовско-тахарское, следовательно, древнее, диалектное европейское форма того слова, которое вы знаете в славянском сначальном «г», а в германских казаках в форме более древней, как английское «нест», ну и соответствующая латинская форма со существованием этого интервокального сыза и так далее. То есть это старое европейское название гнезда. Значит, ребенка назвали Лиздейком. И город происходит вот от этого человеческого птенца, который пищит ровными охотами. На горе, которая поросла лесом, конечно. В общем, дерево здесь существует, оно существует только как некоторое приурочение вертикаля. Вертикали могут быть выражены, как я уже сказал, скалой, утёсом и так далее. Но могут быть и выражены растения. Значит, вопрос, который я вам задаю, и по этому поводу очень вас прошу по возможности постепенно, я понимаю, что это довольно большая работа, постепенно просматривать некоторые из материалов березки. Вот я сам нашел, что наш мотив так или иначе связан со следующими. У Березкина это не полное описание, но просто я довёл то, где для меня очевидно. Ну, у меня был формальный признак такой. Если я находил в пересказе разных мифов внутри мотива – герой лезет на дерево, или герой взбирается на дерево, или герой помещает мясо на дерево. Вы знаете, это немножко неприятный мотив, но, к сожалению, если вы представляете среды вне аркаические мифологии, там достаточно много неприятного, но, в частности, людоед мясо, которое его интересует помещать на дереве, тоже будет человек на дереве, но, точнее, человечество на дереве. Значит, я имел в виду такие случаи. Значит, мотив Б – везде буквы латинские заглавные. Мотив Б-20 по Березкину – экспедиция в верхний мир. Мотив Б-21 – разрушение мирового древа. Мировое древо сначала растет, и по нему сначала люди поднимаются, а потом оно разрушается. Вообще, мотивов разрушения, падения дерева, пожалуй, статистически даже больше, чем мотивов просто поднятия дерева. Мотив Б-22 – обиженный палец деревом. Я не предлагаю вам все сюжеты и каждого из мотивов просматривать, но посмотрите те, которые содержат вот эти ключевые фразы о подъеме на дерево. Значит, уже упомянутый мной разоритель гнезд в варианте «дерево или скала вырастают» имеет у Березкина ход К-03. Это по Березкину вариант того мифа, которым я и Левистров занимались, то есть это только тот вариант, которым есть вырастание дерева. Дальше уже упомянутый мной К-04 – это, собственно, разоритель органов гнезд, на котором хочется заточиться Березкина. Дальше вот очень важный мотив М-02 – спуск вниз по дереву. Знаете, когда ты чем-то занимаешься, то по дороге всегда находишь что-то относящееся, я одновременно какие-то свои бумаги для других целей просмотрел, устранившиеся на даче. Я обнаружил старое письмо Кнорзову, где Кнорзов по поводу мирового дерева. Умая мне пишут, что в «Пополь-Бух» – это такая знаменитая микрологическая книга – растущего дерева, по которому вынимаются, он не видит. Но в других случаях видит. У него есть специальный доклад о четырех мировых деревьях на съезде антропологов в Москве. А вот в «Пополь-Бух» именно спуск с дерева. То есть он выделял это как некое особое. Ну вот я вам прочту описание этого мотива по «Березкино». Герой спускается с дерева или скалы, но опять эти два варианта. На спине животного или по спинам животных. Понимается, что с этой точки зрения часть моих вариантов мифа о «Разведителе» – это тоже вот именно этот мотив содержит. Обычно этот «Разведитель» потом имеет возможность спуститься на спине арма или какого-то другого существа, которое может ему помочь. Теперь, некоторые из других прямо или посленно связанных с нашими мотивами «Разведителем». Повторяю, не читайте все, но посмотрите то, что прямо связано с человеком. Мотив «Л», латинское «Л71», «Конец тонкой ветки». Описание мотива. «Персонаж убивает животное». «Трикстер пытается взять всё мясо себе». Персонаж поднимает мясо на дерево, помогает «Трикстеру» или «Детёнышу» тоже залезть. Поев, поднявшись и хочет справить нужду или попись, персонаж указывает, что это можно сделать на конце тонкой ветки. «Трикстер» или «Детёныш» лезет, падает, разбивается мясо. Значит, тут комбинация мотива, как что-то делать на дереве. И есть существенная деталь о том, что с дерева сбрасываются какие-то вещи. Ну, как, например, экскременты в этом случае. Это часто повторяющиеся. Это превращивается к каким-то определенным местам дерева. Как видите, ветки дерева маркированы с этой точки зрения. Другой, более оптимистический вариант. «Л52». «Герой улетает с вершины дерева». Описание мотива. «Человек спасается от людоеда на дереве». «Герой спасается, улетев сам, или на спине птица». «Либо птица иным способом помогает герою спастись». Опять вы видите, что это сильно пересекается с мотивом «Розорителя армия на гнязь». То есть, спасение на спине птицы – это нечто, что объединяет разные сюжеты этого рода. Мотив «Л99». «Прячущийся на дереве спускается вниз». Описание мотива. «Опасный персонаж замечает героя, прячущегося на дереве или неосторожно спустившись». Он заставляет или просит его спуститься, приносит или приводит к себе домой. Вот здесь может быть людоед или какая-нибудь ведьма страшная. И все, что происходит потом, достаточно мрачно. Но существенно то, что дерево – это некоторая возможность спастись. На дереве хорошо бы достаточно долго находиться, но не всегда удается. Обычно вот этот злонамеренный персонаж – людоед или ведьма – заставляет другого персонажа спуститься или другим способом как-то к нему проникает. Мотив М-65. «Трикстер защемило, мясо съедено». Описание мотива. «Трикстер печет мясо, оказывается лишенным возможности двигаться, прилипнув к дереву или камню». В это время другой персонаж – лис, волк, поёт, съедает всё мясо. Ну, то есть, иначе говоря, басня «Лисица» оказывается некоторым очень поздним литературным продолжением одного из возможных вариантов. Вот очень интересная проблема, которую я обнаружил, когда подробно просматривал все эти сюжеты – это скрипучее дерево. В частности, мотив М-65А, но не только он, а некоторые другие. По-видимому, для мифологического сознания очень интересная проблема – это скрип дерева, тоже акустический код. И скрип дерева рассматривается как язык дерева, звуковой язык дерева. И оказывается, что эти звуки очень много значат. Постоянно возникает такой породительный сюжет – превращение одного из персонажей в эхо или в этот скрип. Ну, вот такая забавная вещь, вы знаете, в массовом фольклоре уже нашей современности все бесконечные анекдоты о тёщах. Вот что происходит с тёщами в тех мифологических сюжетах? Они превращаются в скрип дерево. Тёщами превращаются в скрип дерево. Это постоянно повторяющее исследование такое. Вот тоже очень интересный мотив С758 – звуки, эпойки творения, скрип дерево – описание мотива. Персонаж запихивает тёщу или жену в дупло, она превращается в скрип дерево. Это вполне широко распространённый мотив. Ну, сравнительно простые мотивы, просто я их для полноты вам упомяну. Мотив B20 – экспедиция в верхний мир. Мотив B21 как бы ему противоположный и B22 – обиженный валит дерево. Значит, довольно часто дерево не растёт, а падает. Причём чаще всего кто-то виноват в том, что дерево падает. Вот как будто это основные вещи, которые я хотел вам привести из большого материала, который собран Берёзкиным. И, значит, главный мой вопрос к вам, я сформулирую сейчас, состоит в следующем. Но если вот мы с вами решим, что мы составляем символариум, в котором будет дерево. И, разумеется, будут некоторые контексты употребления дерева. Там будет идти речь о том, что дерево – это средство связи земли и снега. Будет идти речь о том, какого рода персонажи по нему лезут вверх. Ну, в частности, персонажи типа «Разоритель», «Орлина», «Гнёзд». Более сложная проблема с тем, какие персонажи лезут вниз. Потому что это могут быть, как в целом глядя мифов, «Дети» богов или «Дети Солнца». Но могут быть ситуации более сложные. Например, вы знаете, что во многих мифологиях изначально есть несколько Солнцев. Но из них там потом по определенным критериям производится вызов. В частности, одно из этих Солнцев может погибнуть на земле, например, спуститься вниз. А другое Солнце остается на земле. То есть, вот проблема таких очеловеченных существ, которые выступают как люди в мире, но в то же время являются не просто людьми. А человечные существа, которые связаны с небом, это особые случаи, связанные, прежде всего, с возможностью спуститься или невозможностью спуститься. Значит, главные предикаты, которые все время фигурируют, это подняться вверх и, соответственно, вырасти вверх от дерева, спуститься вниз или быть поваленным, быть срубленным на дереве. И затем существенный вариант – это прятаться. На дереве можно прятаться и желательно не быть выманенным, потому что отрицательный персонаж будет выманивать вниз с плохими навернями. Ну и кроме того, существенно основные типы вот этих отрицательных персонажей, которые фигурируют вокруг дерева, чаще всего это людоеды, ведьмы, полдуны, которые каким-то способом выманивают людей с дерева или делают невозможным для человека с него спуститься. Например, замыкают его в дупле, что связано с такой микологической клаустрофобией, довольно часто встречающейся. Вот это некоторые такие основные побочные сюжетные мотивы вокруг нашего основного образа. Значит, это основной образ. Человек на дереве имеет ритуальное, историко-религиозное историкование, которое вам должно быть страшно известно, поэтому я только его упомяну. Это проблема шаманского дерева. Значит, у большинства собственных шаманов в разных традициях сиренитов сибирских, но и других частях света. У шаманов есть деревья, которые важны им для исполнения и шаманских обязанностей. И в большинстве случаев, во всяком случае, для большинства сибирских, частей американских, индейских и некоторых других традиций, можно показать, что дерево в мифе или в сказке – это шаманское дерево. В частности, оно связано с перерождением. Я привел пример с Лиздейки – ребенок, который плачет в колыбели в связи с нашими мотивами дерева и гнезда на дереве. Оказывается, что вообще дерево может быть знаком заново рождающегося человека. В некоторых мифах сообщается, что дерево когда-то было человеком. В других мифах говорится о колыбели, которые находятся у основания дерева. То есть, движение героя снизу по дереву можно себе представить, как некоторую аналогию или метафору шаманского второго жертвения. Значит, шаманизм отражается вот в этом нашем основном мотиве. По-видимому, вот вся эпоха, которую Владимир Николаевич говорит, что порог над волой эпохой мирового дерева. Она так или иначе связана с этими-то вариантами лен-шаманинской или шаманинской лединии, которой основное следствие достижения неба – это дерево. Ну, или его неорганические варианты, как скала. Она вела в том, что когда скала утез или гора становятся вертикальными следствием от достижения неба, чаще всего они антропоморфны. Они антропоморфны, горы могут иметь потомство. День до рождения гор довольно подробно описывается во всех неизвестных, древних, нижневосточных мифологических традициях. Есть стихотворение пастерната «Урал впервые», если вы помните аналогичные шумерские, хрибские и прочие тексты, которые ко времени написания стихотворения в 1915-1915 году не были известны. на Урал. Но это скринем занимается, как современные варианты, где только железная дорога появляется. Так сама идея, что Уральский город, на самом деле, роженец, момент рождения – это опять архитектрический символ. То есть, иначе говоря, дерево, в конце концов, оказывается не деревом, а человеком. А если оно не дерево, а человек, то что такое наш символ? Дерево на человеке или человек на дереве или человеком. И тут очень много разных интерпретаций, каждая из которых имеет некоторую текстовую интерпретацию, возможность текстовой интерпретации. Ну вот это кратко очень то, что я мог сказать о мифологической стороне нашего сюжета, ну и совсем в двух словах я скажу, что этот сюжет, конечно, продолжается в образности последующего искусства, особенно славянства. Примеров очень много, но я не стараюсь перед собой задачей это обозаимать, но довольно легко показать, что эти символы очень долго продолжают жить, частично с сознательной ориентацией на их воспроизведение, на то, что это старые древние биологические символы, которые художник, театральный писатель и так далее хочет воспроизвести. Ну я сам подробно разбирал один такой пример. Моя статья с очень подробным разбором напечатана только в Грузии практически мало доступна, но кратко я изложил это в своей книжке об Измирштейне. Значит, Дейзмиртенка оставил Валькирию Вагнера. Он для себя предположил, что основной образ Валькирии, это люди у мирового дерева, влюбленные, двое влюбленных у мирового дерева. И поэтому мировое дерево стало центральным персонажем, который он ввел как главный. Особенно, что я читал, в Галле есть клавир с карандашными пометками Эйтенштейна. А в одном месте он пишет, вот здесь пауза в музыке, здесь я помещаю шелест дерева. То есть он помещает дерево, как дополнительно интересно, потому что это скрипит дерево. то есть его мышление, похожее на мехологическое, воспроизвело этот мотив. Таким образом, я думаю, что его материалы, которые в большом количестве содержатся в Галле, там фотографии, рисунки и так далее, они очень интересны, потому что это сознательная попытка реконструировать то, что было в древней германских частках и в древней исландской мифологии. Ну, то есть там была идея соотнесения разных этажей древа с разными представителями органического мира. Вот известная статья Дюмезиля о соответствии «зверинца-эд», «зверинца-эд», «зверинца-эд». Ну, в двух словах, наверху находится главная птица, а внизу находятся птанические существа. А люди находятся посередине, в среднем мире. Мир – средний мир – город. Это тот мир, в котором мы живем. Мы живем в середине мирового дерева. Поэтому этот образ человека, который идет по дереву к небу, он применительно к всем нам в мифологии. Скорее выглядит как люди, которые навсегда застряли посередине дерева. Мы так до верха и не дошли, но мы можем потом дойти до верха или до низа, уже отправившись на тот свет. Но пока мы живем, мы находимся в середине дерева. То есть мы в положении как бы спащихся на дереве. На какое дерево, отведенное нам жизненно, сколько мы паслись на этом дереве. И эта идея, по-видому, сохраняется очень долго в мировом искусстве. И вот ее подглядел Владимир Николаевич Галецов, эта работа о символике мирового древа. В связи с этим, в связи с появлением центрального персонала антропоморфного, который может быть до этого крестом в связи с опытом мирового древа. Ну и вот на этом я, пожалуй, и закончу. И очень вас прошу со временем, когда вы сможете посмотреть «Березкина», ну и же другие аналогичные собрания. Потому что у нас, кстати, удобно тем, что у нас сейчас вполне есть, перед вами в компьютере. И там легко вызвать соответствующий пункт, просто систему вызов по кодам, которые вам прониктовал. Выдывайте каждую из этих частей. И я хотел бы с вами потом продолжить обсуждение. Как мы сводки металлических мотивов Березкина, или должны, или не должны использовать в нашем символе. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Савчанович. Пополосы, пожалуйста, или мнение? Вы обещали, что немножко затроните эту тему, но потом все-таки ушли от нее. Половалась третификация. И как сюда вкладывается очень четко учленяемый мотив оболванной жены, которая возвращается и прячется на дереве, а служанка видит ее отражение и думает, что это она собой? Спасибо. Да, это действительно очень интересный вопрос. Значит, очень грубо говоря, персонаж, который разоритель Герлин Ахниос, со всеми возможностями получения огня или царствования, это всегда мужчины. очень грубо говоря. Это сто процентов. То есть, в какой степени мы вообще приходим, с помощью анализа фольклора и мифологии, только этому патриархально-мужскому варианту? Сказать трудно. Вы знаете, что по ряду признаков, на самом деле, это ведь только определенный период. Поэтому вот здесь возникает много хронологических проблем. Но вот на сегодняшний день я просто не знаю ни одного варианта, где женщина была бы в этой роли. А с другой стороны, есть целый ряд довольно интересных мотивов спасения женщины. Женщина обычно угрожаема. И ее надо прятать на дереве. И, в частности, в дупле, ну и в разных других вариантах. То есть, женщина как спасаемое или спасающееся существо довольно хорошо представлена. Но сильно отличается при этом от мужчины. Проблема отражений, конечно, необычайно интересна. И действительно, Вы правы, что отражение, по которым, в частности, людоеды и людоедки находят прячущуюся, это постоянно повторяющийся мотив, который можно себе представить визуально. Значит, и женщина, которая прячется, и людоедка, чаще людоедка, чем людоедка, находятся на дереве. Людоедка с дерева посмотрела вниз и увидела в реке отражение дерева с женщиной. То есть, очень интересно то, что, не так в том, что Вы сейчас читаете, сейчас немного публикация посмертно на Гаспарова, и мы не можем найти его работа совместно с подгоевской, а здесь ферлия берлена, ломбор дезарь, а там нет, либеран фемель, мертвец, мертвец, и мертвец, если в лепте, на лепте, в лепте, на мёртв, на лепте, на лепте, на лепте, на лепте. Если позвольте, я прочитаю вам, если вспомню сейчас стихотворный перевод, который я издал примерно 60 лет назад, совсем рано начиная изучать французскую поэзию. В речке тень от деревьев, как мугла медленно умерла, а в воздухе слышится между ветвей жалобы глубей. Путник мертвенно-бледный тебя отразит, этот мертвенно-бледный вид, кто-то плачет печально, в реке тот водой, в надежде что там лучше кровь. У Верлена есть этот же образ. Деревья, которые смотрят в воду, это на самом деле образ, связанный с путником, с субъективным глянами. Вот такая поразительная вещь, что я думаю, что это из области бесспорного архетипа. То есть, очень сложное соединение образа, которое, ну просто по теории вероятность, и маловероятно, что это могло возникнуть случайно в разных традициях. Значит, соединение идеи Дерева, Дерева с его отражением в воде, и идея такой, что, а как бы ты не пряталась на Дереве, а все равно, тот персонаж, который хочет тебя найти, он тебя разыщет. Такая мрачная философия мифов. В мифе очень много зловещего, вообще, в частной воде. Все эти мифы с плотным контентом. То есть, как бы ни выказалась женщина, ее всегда найдут по отражению. Ну и отражение, вы знаете, связанное с Эфином, поэтому то, что иногда это не отражение А, это как бы вариант этого. Ну, чтобы более веселый, напомнить Декамерон, ну это и сказочный мотив, что видно с дерева, когда с дерева смотришь на землю, чтобы не развеселить эту мрачность. Пожалуйста, еще.